Друзья, всем привет! Приветствую вас из столицы Брунея, Биндар, Сери, Багадан. Такой интересный город. Я сейчас только что вышел из хостела, где я живу. Буду двигаться в сторону ночного рынка. У меня буквально полтора часа до заката. Хочу посмотреть еще одну, вторую по величине мечеть в этом городе. Ну а также рассказать немного интересных фактов и первое свои впечатления о этой стране. Я буквально сегодня рано утром пролетел. Днем было жарко. Я отдыхал после ночного перелета. И только буквально сейчас выдвигаюсь гулять по этому городу. Расположился я недалеко от центра, в пешей доступности, в одном из недорогих хостелов. И вообще хочу сейчас сначала рассказать, что мы знаем об этой далекой мусульманской стране. Брунея – это крошечное государство. Всего здесь проживает около 200 тысяч человек. Причем где-то половина этого населения проживает непосредственно в столице Брунея. Единственная страна, с которой граничит данное государство – это Малайзия. Брунея – это султанат, живущий по законам шариата. И достаточно жесткие здесь законы. В частности, запрещен алкоголь, запрещено курение. И в магазинах вы здесь не сможете купить ни то, ни другое. Ну, есть, конечно, контрабанда. Я вроде читал об этом. Но, в целом, эта страна с достаточно большими ограничениями. Валюта здесь – Брунельский доллар. По курсу она схожа со Сингапурским долларом. На момент записи этого видео, весной 2024 года, курс к рублю примерно 1 Брунельский доллар равен 70 рублям плюс-минус. Конечно, это богатая страна, потому что здесь добывают нефть и газ. Один из интересных фактов, что бензин здесь стоит в два раза дешевле, чем бутылка воды. Я еще пока не смотрел актуальные цены на бензоколонках. Если буду проходить, обязательно в следующем видео об этом расскажу. Движение в Брунелье автомобильное, левостороннее. Очень поразило, что практически нет здесь байков. На дорогах я еще вообще их не встречал. Но так по дворам, я смотрю, они стоят. Если же говорить о потоке, то сейчас, можно сказать, час пик вечереет. Это одна из широких улиц города. И движение здесь достаточно неспешное. Все ездят очень медленно, аккуратно. Это единственная страна в Азии, где пропускают пешеходов на перекрестках, на нерегулированных перекрестках. И относительно неспешная езда дает, так скажем, не дает такого шума, как в других городах Юго-Восточной Азии. Вот, кстати, на той стороне мечеть. Мы туда чуть-чуть попозже придем, когда уже, я думаю, стемнеет или будет вечереть. Брунель всего 100 лет был под великобританской колонией. А остальное время был независимым государством. Брунель находится на острове Килимантан. И граничит, как я уже сказал, только с Малайзией. Но на острове Килимантан находится еще и часть Индонезии. Как вы можете наблюдать, на улицах совсем нет пешеходов. Все перемещаются в основном на машинах. Днем очень жарко. В этот сезон все время пытается пойти какой-то дождик. Но дождя еще не было сегодня. Стоит влажная погода. Влажная и жаркая погода. И вот, несмотря на то, что Султан и вообще государство достаточно богатое, оно не приводит такое впечатление, вот как какой-то непонятной роскоши в Дубае. Да, то есть, аэропорт, несмотря на то, что он не такой, скажу, что маленький, да, но достаточно компактный. Не так много здесь рейсов вылета-прилета. В основном это рейсы с Малайзией. В частности, я сюда прилетел через Куала-Лумпур из Таиланда. И многие посещают Бруней только из-за того, чтобы, например, посетить Сингапур. Так как в Сингапур без визы можно находиться 4 дня, и нужно прилететь в Сингапур и потом вылететь в другую страну, то многие прилетают в Сингапур, допустим, из Таиланда или из Малайзии, и потом летят дальше в Бруней. Чисто мало здесь, конечно, туристических объектов. Я буду проживать здесь порядка пяти дней. Из них, я думаю, что 4 я точно найду, чем здесь заняться. Здесь есть большой национальный парк, который я хочу посетить. Непосредственно хочу посмотреть архитектуру города, мечети. Но более чем здесь, наверное, 4-5 дней в этой стране вряд ли вы найдете, чем заняться. Вывески на магазинах дублируются на английский язык везде. Саму письменность брунейцев вы видите. Эти иероглифы похожи на арабские. Основной заработок страны это продажа нефти и газа. То есть это, можно сказать, страна тоже бензоколонка, как и Россия, но с очень маленьким количеством людей. Так как перемещаются все бруней на машинах, пешеходу достаточно тяжело ориентироваться. Да, вот я сейчас иду. По моему пути пока еще не встречалось ни одного пешеходного перехода. Хотя, еще раз повторюсь, что переходить здесь и само движение, в принципе, достаточно безопасное. Есть тротуары. Но, естественно, как и во всей Юго-Восточной Азии, движение здесь ориентировано на машины. Очень интересно, что я прилетел в аэропорт. Сегодня какой-то национальный праздник. Я пока еще не залазил в интернет, не узнал. Ну, короче, выходной день. И в аэропорту не работали магазины. То есть я не смог даже купить сим-карту, чтобы воспользоваться интернетом. И мне пришлось пользоваться вай-фаем аэропорта, заказывать такси. И уже только после заселения я смог купить сим-карту. Конкретно в городе немножко природа суховатая. Вы видите, такая вот пожухшая трава. Хотя, в целом, бруней достаточно зеленая страна, особенно ее национальный парк. Но вот в городе немножко пожухшая такая зелень. В отличие, например, от Малайзии, да, где прям буйство зеленых красок. Местное такси, кстати, относительно недорогое с аэропорта. Я доехал за 9 долларов. Это примерно 450 рублей на наши деньги. Но те таксисты, которые работают в аэропорту, называли мне цену в 2,5 раза выше. Поэтому имейте в виду, что здесь лучше скачать местное приложение DART. Называется приложение DART, с помощью которого вы сможете заказывать такси. Днем машин практически не было. Вообще была тишина. Сейчас темнеет, становится прохладнее и движение начинается. То есть все выезжают куда-то с работы, едут домой заниматься какими-то уже делами. Вообще здесь жизнь достаточно дорогая по отношению, особенно, например, с Таиландом или с Российской Федерацией. Как я сказал, вода очень дорогая. И, в принципе, ну, питаться здесь, да, то есть покупать какие-то продукты питания, также будет недешево. Есть экскурсии. Вот. Ну, а их стоимости я пока еще точно не знаю. Непосредственно, когда уже будут выходить какие-то видео, я вам расскажу про цены на экскурсии, на местные достопримечательности. Бурне, конечно, это не та страна, в которую стоит обязательно приехать. Но ради общего развития, так скажем, ощущения местного колорита, если вы находитесь недалеко, например, посещаете Малайзию, то можно на несколько дней прилететь транзитом. По сути дела я тоже лечу как бы транзитом. То есть у меня здесь несколько дней, и дальше я вылетаю во Вьетнам. В столицу Вьетнама, Ханой. Так как государство маленькое по территории, в основном здесь продукты питания и все товары, это завозные. И вот, кстати, очень интересно по машинам, несмотря на то, что государство ограничит с Малайзией, в которой очень развит несколько марок своего автопроба. Здесь в основном превалируют, конечно, японские машины, но также есть такие марки, как Kia, то есть корейские, да, и Hyundai. Я видел Mercedes. Mercedes, BMW. Вот мне нужно посетить вот тот ночной рынок под навесом белым. Чтобы перейти, нужно непосредственно перейти вот эту большую дорогу. Пока что я вот здесь никаких пешеходных переходов не вижу. Не знаю, сейчас будем пытаться каким-то образом перейти на ту сторону. Немножко я, конечно, замешивался, переходя дорогу, но в целом вполне спокойно ее перешел, потому что круговое движение регулируется светофором. Сейчас я вот найду здесь дырочку в потоке и перейду на ту сторону. Машины, видимо, это хаотичное движение, конечно же, пропускают, притормаживают. Вот там мечеть. Я обязательно ее поближе сегодня подойду. Надеюсь, она будет красиво подсвечиваться ночью. Вообще, ночной Брунея, это, конечно, отдельная тема прогулки. В любом случае, днем жара. И выходить сюда ночью в город будет очень комфортно и интересно. Брунея очень безопасное государство. Здесь очень низкий уровень криминала. И вообще, как бы, можно ходить, не опасаясь каких-то проблем. Ну, если вы не нарушаете, естественно, местные законы. Настолько безопасно, что я вам скажу, что я проживаю в хостеле, который, в принципе, 24 часа не закрывается. То есть там живут еще, собственно, сами. Ну, то есть это, как бы, хостел, скажем, проживание в доме у хозяйки. И вот эта квартира, да, этот хостел, он не закрывается 24 на 7. То есть дверь всегда открыта. И мой номер, он, по сути дела, там закрывается на маленький шпингалет. И хозяйка уверила меня, что я могу не переживать и быть спокоен. Это, как бы, не проблема в этой стране. В Бруне нет небоскребов. И в основном это, вот, конечно, вот такие трех-четырехэтажные здания, как мы могли уже наблюдать в таком арабско-мусульманском стиле. Белоснежные дома, белые или желтоватого цвета. Черепица. Красноватая. То есть город не строит ни воскребы, а живет в малоэтажных домах. Интересно, что около места, где я проживаю, течет сама речка, которая дала название городу. И переходя мостик, там такой пешеходный мостик я нашел, есть такая вывеска, что будьте аккуратны, в реке плавают крокодила. Здесь совсем потерялась тротуарная дорожка. Иду по обочине. Надеюсь, ночной рынок уже сейчас откроется, чтобы немного погулять по нему. Еще один интересный факт, что в Брунея запрещено праздновать Рождество, ну и вообще христианские праздники. Страна мусульманская, и с этим есть определенные, так скажем, особенности проживания в ней. Все путеводители обязательно рекомендуют посетить три вещи. Первое, это город, квартал точнее, на воде, один из самых больших кварталов водных в мире. И посетить национальный парк, посетить все мечети и достопримечательности архитектуры города. Ну а я уже подхожу к рынку и чувствую запахи еды. Очень вкусные запахи еды. Сейчас немножко здесь поснимаю. Рынок еще только наполняется людьми, но торгуются здесь уже все, все торгуют. Это вот манго такое маленькое, видимо. Вот в пределах 2-5 долларов здесь вся еда. Сейчас прям такое большое движение. Хочу сейчас подойти посмотреть, что здесь продают. Здесь что-то все продают во фритюре. Курочка, какие-то блинчики. Прямо реально ажиотаж. Ближе не хочу подходить, мешать людям. Вот здесь еще одна точка такая же. Думаю, что здесь надо что-то взять с собой, чтобы потом покушать. Всевозможные напитки. Фруктов я смотрю немного. Вот есть драгон, фрукт манго, бананы, арбуз. Это вот креветки и анчоусы. Арбузы здесь такие интересные, светлые, с темной полоской. Пока что я первый раз вижу такой сорт в Азии. Так, что здесь у нас овощная лавка, да? Ну, как всегда, всевозможные огурцы, травки. Вот это тыква, кукуруза. Это какой-то лук, капуста есть. Кто-то даже не знает, что это за кабачок. Интересно, в такие бумажные кульки кладут рис. В целом, рыночек находится от меня где-то в 20 минутах ходьбы. Я думаю, что я еще сюда как-нибудь загляну. Возможно, сниму здесь более подробное видео. То есть, основное, что здесь едят, это рис, курица, естественно, нудвисы, как и во всей Азии. Ну, и есть морепродукты. В любом случае, как бы, страна граничит с водной территорией с большой, как речной, так и морской. Поэтому морепродукты здесь есть в продаже. Ну что, друзья, купил я себе курочку покушать на вечер, купил напиток. На сегодня, наверное, это все. Сейчас я дойду до мечети, и в конце немножко вас будут ждать кадры вечерней и ночной мечети. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Здесь мы путешествуем по миру. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok